Всем привет, ребята, и сегодня я снимаю для вас новое видео, и в этом видео я буду вам показывать достаточно простой летний макияж, но при этом он будет с ярким акцентом на глаза. Я здесь воспользуюсь новыми продуктами бренда 7 Days, покажу вам здесь аквалайнеры, палетку, тинт, тушь и многие другие продукты. Эти продукты мне отправляли для обзора, но я буду также использовать продукты других брендов, поэтому видео обещает быть интересным. Я вам покажу идею легкого летнего макияжа, пока что можете подписаться на мой канал, на мой телеграм-канал, если вам это интересно, и написать какой-то приятный комментарий. Начинается макияж я буду, конечно, с тона, и хочу показать вам тон, который я приобрела достаточно недавно, но мне он очень полюбился. Это вот такой вот корейский тон от бренда Ама, он продается на Валбрис, также, я не знаю, где еще его можно найти, на Азон. Точно, я покупала его где-то за 700-800 рублей, здесь 110 мл, у меня в 13-м оттенке, мне очень нравится этот тон, он стал моим, наверное, самым любимым на лето. У него легкий такой финиш, такой сатиновый, больше к натуральному, буду наносить его кистью, мне почему-то захотелось нанести его кистью. Вот такой финиш на лице создает этот тон, он достаточно хорошо перекрывает, то есть какие-то мелкие покраснения, общий тон кожи он выравнивает просто на ура. Он немножко фиксируется, но все же у него финиш не матовый, а больше такой натуральный и сатиновый. Мне этот тон очень нравится, плюс у него просто суперогромный объем, плюс он некомедогенный, для кого-то, может, это также важно. И теперь давайте будем переходить к консилеру. Здесь у меня один из моих самых любимых консилеров, это консилер от Seven Days, и я его, наверное, уже третью упаковочка, или даже больше, наверное. У меня он в 01 оттенке, мне очень нравится этот консилер, он достаточно такой легкий по текстуре, но при этом в нем много пигмента, и он очень хорошо перекрывает какие-то покраснения и также синечки под глазами. Он достаточно такой с желтоватым по тону, поэтому для прям супер-супер белоснижек он, думаю, что не подойдет, но вот мне он отлично подходит, распределяя его вот такой вот достаточно маленькой кисточкой бочонок. Вот так выглядит мой макияж лица с тоном и консилером, и я не буду использовать никакие кремовые продукты, поэтому буду переходить к такой легкой при этом матирующей пудре от бренда Artvisage. Мне она очень нравится, это супер приятная, нежная, такая матовая пудра, которая вообще незаметна на коже, но она очень хорошо блюрит поры. В общем, вы сейчас все сами увидите, вы запомните до, то есть видите лицо промощь сияет, и сейчас наносить с пудрой вот эту пудру. Вот так выглядит кожа с пудрой, она супер хорошо заматировала кожу, также загладила все поры, их вообще практически незаметно на лице. И теперь будем переходить к коррекции лица, потому что лицо у меня сейчас как холст. В общем, и я сейчас покажу вам один из своих фаворитов, это палетка, которую я очень давно вам уже рекомендовала, я покупала ее сама на Wildberries еще в прошлом году, в декабре. И это тоже палетка от Seven Days для лица, вот такая. Здесь есть два хайлайтера, бронзер и сияющий румяна. Мне очень нравится эта палетка, я ее покупала где-то за 800 рублей, ну по-моему ее можно сейчас найти на акциях, еще дешевле там рублей за 600-700. И она супер просто идеальна, здесь очень красивый сияющий хайлайтер и румяна здесь красивая, да и вот этот бронзер на лето, мне он очень нравится. В общем, сейчас я нанесу эти средства на лицо и покажу вам. Вот такой вот макияж лица у меня получился с помощью этой палетки, такую коррекцию я сделала только, посмотрите, как сияет красивый хайлайтер. Я использовала все оттенки, кроме вот этого, это такой, знаете, более кремовый хайлайтер и у него более деликатное сияние, я его не очень часто использую, вот сочи на эти три продукта, то есть хайлайтер, румяна и бронзер. Мне очень нравится эта палетка и она у меня давно в фаворитах косметики, я очень много раз ее вам показывала. Теперь давайте будем переходить к бровям и здесь у меня есть вот такой вот карандаш, также от Seven Days, у него на конце есть щеточка и сам карандаш такой достаточно тоненький, автоматический, у меня он в оттенке, по-моему, 0,2, да. И он мне достаточно светлый, но я все же попробую сейчас подкрасить им свои брови. Я надеюсь, он не будет смотреться суперсветлым. Вот так у меня получилось, мне понравился карандаш, он достаточно мягкий, легко наносится, легко тушуется и классно, что есть щеточка, потому что не во всех все-таки карандашах есть щеточка. И я знаю, что он очень бюджетный, то есть 300 рублей он где-то стоит, очень хорошая цена. Мне он понравился и теперь я буду закреплять брови гелем для бровей от Beauty Pomme Brow Freezer. Мне тоже нравится этот гель, он хорошо фиксирует волоски, держит, можно сказать, железобетонные брови, прям как я люблю. Ну а теперь мы будем приходить, можно сказать, к самому интересному, это к глазам. Здесь у меня есть много продуктов, это аквалайнир, здесь они идут такие пастельные, там разных есть версиях, есть яркие, есть двойные, у меня есть которые двойные, такие напополам, то есть два разных оттенка. Но это именно пастельная версия. Вот такая вот палетка из линейки BeColor, она у меня в оттенке 02 Magic. Я вам сейчас покажу, какие здесь оттенки, вот такие красивые оттенки. Также карандаш, вот такой достаточно толстенький, автоматический белый карандаш. Достаточно пигментированный, вот такая вот, у нее очень красивая упаковка. Она у меня была, по-моему, оттенок 07, что ли, ну в общем, это просто черная тушь и под такая здесь щеточка. Очень интересная, объемная, я ничего не тестировала, будем тестировать с вами сейчас вместе. Показываю вам сводчи на палетку теней, вот так вот выглядят все оттенки, я не знаю, как вам лучше показать. В общем, вот так выглядят все оттенки. И синий, и здесь какой-то не очень желтый, и вот этот зеленый. Розовые, и вот оранжевые очень неплохие по пигментации, то есть эти три розовых, и вот этот оранжевый очень яркий. Я хочу, знаете, сделать что-то интересное, хочу взять вот эти, в общем, хочу по максимуму использовать оттенков. Взять вот эти два розовых, и вот этот, оранжевый, на верхнее веко, то есть делать в уголках, то есть у внутренней уголки, например, вот этот оттенок, в внешнем уголке вот этот оттенок, и между ними в серединке вот этот. Это все растушевать, а на нижнем веке сделать либо же что-то зеленое-синее, либо же желто-зеленое. Но мне кажется, лучше синий-зеленый, потому что желтый тут такой слабоватый. В общем, вот, видите, он такой не очень яркий. Я хочу сделать именно без подложки вот этого карандаша, посмотреть чисто как на консилер вложать свои эти тени. Беру для начала вот такой оттенок розовенький, фуксия, он хорошо набирается на кисточку, и наношу, как я уже сказала, вот сюда, в внутренний уголок. Дальше беру вот такую кисть бочонок, и буду набирать вот этот яркий оранжевый оттенок, и наносить его на центр подвижного века. Теперь я беру самый вот этот вот ярко-розовый оттенок, такой больше даже к фиолетовому немного, и буду наносить его вот, получается, во внешний уголок. Теперь переходим к нижнему веку, здесь я буду брать зеленый оттенок, начинаю наносить его вот сюда, примерно на половину века, и потом зеленый, ой, потом синенький вот этот, и наносить на оставшуюся половину века. Думаю, вы поняли, это я буду делать маленькой кистью. Вот так вот у меня получилось что-то такое. В принципе, что могу сказать про тени? Розовый и оранжевый очень хорошие, яркие, переносится на консилер даже хорошо. Вот, что я могу сказать про зеленый, то лучше его, конечно, на подложку, на вот этот карандаш даже, мне кажется, что хорошо ляжет, но я хотела показать именно наглядно, как без каких-то подручных продуктов. Также здесь есть один сатиновый оттенок и такая недосияшка, и я сейчас хочу ее нанести. Почему недосияшка, не знаю, то есть она ложится очень такими, знаете, хлопьями, отдельными частичками. Ну, вроде бы сияет неплохо, я наношу прям пальцем, чтобы, так сказать, раскрыть мой глаз. Еще больше я хочу нанести вот этот белый карандашик в слизистую, посмотреть, как он там вообще будет лежать и легко ли он туда переносится. Карандаш достаточно хорошо переносится в слизистую, но у него вот за счет того, что такой толстый, так сказать, грифель, им очень сложно прокрасить вот уголочек. И больше этот карандаш, мне кажется, подойдет как подложка, потому что он легко очень тушуется, его можно нанести, как, знаете, такую белую базу растушевать. И будет, в принципе, это неплохо. Ну, вот я нанесла его в слизистую, он достаточно пигментированный. В ней же есть еще и аквалайнеры, но я просто что-то думаю, что макияж и так получился достаточно яркий, и мне кажется, что они уже будут здесь лишними. Но я их уже тестировала, так сказать, на свотчах, то есть я смотрела оттенки, и они очень хорошо пигментированы, и у меня плюс есть уже... Сейчас я вам даже покажу, какие-то такие вот, которые двойные, мне они очень нравятся. И здесь у меня, по-моему, тоже 12 штучек. А, нет, 8, 8, а здесь 12. Вот, но, в принципе, наборы вообще неплохие. Здесь у меня, кстати, есть оттенки, похожие из этого набора, поэтому в целом я могу сказать, что вот эти аквалайнеры стоят вообще своего внимания и стоят всех своих денег, и их так уж можно найти на скидку где-то за 800 рублей. Теперь будем переходить к вот этой вот туши. Я вам уже показывала ее щеточку, она здесь такая достаточно большая, силиконовая, здесь такая коротенькая ручечка. Посмотрим, как вообще мне понравится и будет ли удобно ей прокрашивать вообще ресницы. В целом тушь достаточно неплохая, она хорошо прокрашивает нижние ресницы, мне прям понравилась. Она очень быстро мои ресницы прокрасила. Вот верхний надо наслоить, мне кажется, потому что вот с первого слоя вообще ничего не поменялось будет. Вот со вторым слоем она немножко их уже приподнимает, вот, потому что с первым слоем вообще практически ничего не поменялось. Она достаточно жидкая и на тушь набираются вот такие вот какие-то комки в сторону, но пока что такие чувства не очень. И у меня остались губы. Здесь у меня очень интересный тинт, вот такой, тоже из линейки BeColor, DarkSide, вот с этой коллекции. И он очень таким интересным образом остается. Здесь вот такая вот кнопочка, вы на нее нажимаете, и у вас тут достается сам тинт. Вот такой он очень красивый, покажу вам сводч. Он такой суперяркий, я хочу нанести его на все губы и вообще показать вам. И вот такой эффект получился на губах. Я нанесла на всю поверхность губ и прошлась вот так вот с сухим ватным диском. И остатки у меня здесь остались. И вот такой цвет получился. Вот это надо сейчас подправить, то что я случайно стерла. Просто кистью с консилером прохожусь, чтобы это убрать. И вот так вот у меня получилось. Мне кажется, вот такие губы достаточно подходят под этот макияж глаз. И вот такой яркий летний макияж у меня получился с помощью продуктов от Seven Days. Также и других продуктов, которые уже у меня до этого были. И не только этого бренда. Но я приятно удивлена. Продукты действительно яркие. При этом можно сделать и носибельный макияж. Например, если не использовать палетку. Все продукты здесь очень универсальные. В палетке, конечно, нет никаких таких, знаете, более носибельных нюдовых оттенков. Но мне нравятся также и яркие макияжи. Конечно, я с ними никуда практически не выхожу. А делаю лишь для видео. Но все же я знаю, что кто-то любит. И на постоянной основе делать яркий макияж. Вот вам вот такая идея, если у вас есть вот такая палетка. А я буду с вами прощаться. Я всех люблю. Обнимаю. И всем пока.